К процессу исламизации аварское общество Каралал усиленно сопротивлялись. В начале 18 века, они совместно с аварами общества Тиндалал в урочище Зане и дали отпор распространителям ислама, объединенным силам Казякумухского Нуццала и аваров общества – Гедаты. Приняли каратинцы и ислам лишь к концу 17 – началу 18 века. Вплоть до середины 19 столетия они постоянно находились под угрозой экспансии со стороны хунзахских Нуццалов. В борьбе за свободу и независимость авары общества Каралал опирались на поддержку других аварских обществ. Вместе с другими аварскими обществами, авары общества Каралал всегда активно участвовали в борьбе за свободу и независимость противоназемных вторжений, особенно против иранской и турецкой экспансии. В освободительной борьбе горцев Дагестана и Чечни в 20-е и 50-е годы 19 века общество Каралал активно участвовало начиная с 30-х годов. К 40-м годам сельские общества Каралал, Каратинского союза, превратились в один из самых значительных опорных пунктов движения Шамиля. Из этого союза назначались военачальники, наибы, должностные лица. На территории села Карата был похоронен один из сыновей Шамиля. В годы Кавказской войны Каралал входили в состав военно-теократического государства Шамиля, имамат в статусе каратинского наибства. Каратинские джемуаты объединялись в вольное общество, то есть в союз сельских обществ аварии. Для решения вопросов войны и мира, межобщинных столкновений, споров из-за границ обществ, угодий и других проблем в установленном обычаем месте между аулами собирались представители разных джемуатов, обществ. В особо важных случаях собраться могли и все старейшины, главы тухумов джемуатов и даже все совершеннолетние мужчины всех джемуатов общества. Джемуаты состояли главным образом из свободных общинников и их семей, узденей. Каждая семья была собственницей незначительных по площади пахотных участков, сенокосов, того или иного количества скота, хозяйственно-жилых построек, домашнего имущества. Часть сенокосов, пастбищ, лесные массивы, пустоши, водоемы и прочее находились в общинном пользовании и владении. Сторожайше контролируя начало, продолжительность и окончание любых видов сельскохозяйственных работ и категорически запрещая отчуждение пашни или сенокоса за пределы общины, Джемуат выступал и как распорядитель фонда честно-собственнических земель. Имущественная дифференциация в среде авар-каралал еще задолго до 19 века зашла далеко. Выделились владельцы многих стад и обширных земельных участков, а также местная управленческая верхушка. Все они в значительной степени представляли собой в совокупности феодализирующуюся знать. Этой знатью были потомки нуциальских родов и чинки. Субтитры создавал DimaTorzok